Это видео для всех, кто обожает докторскую колбасу. Качественную, натуральную, вкусную и нежную. А еще оно понравится тем, кто ностальгирует по колбасе прошлого, когда в ней было хорошее мясо. Больше не нужно покупать вареную колбасу в магазине, дома ее сможет приготовить каждый. Я поделюсь рецептом, который вывела на основе ГОСТа, сделав его еще лучше. Если интересно, продолжайте смотреть. Я сама не откажусь от нескольких кусочков вкусной, хорошей, качественной колбасы. Время от времени мы покупаем ее домой, но с домашней вы всегда на 100% уверены, что в нее положили. Привет всем любителям вкусной еды, меня зовут Галина Артеменко, и сегодня мы будем готовить докторскую колбасу. Как и многие, в первую очередь я полезла в ГОСТовские техкарты в поисках того самого легендарного рецепта былых времен. Приготовила, и это было не то чтобы ужасно, но это было как-то сухо, плотно. Мне совершенно не понравилось. Я хотела добиться другого результата, поэтому посвятила этому какое-то время, какое-то количество килограммов мяса. И именно сегодня таким вот рецептом, доработанным рецептом, я хочу с вами поделиться. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также он продублирован под видео. По ГОСТу используется лопатка, но я беру кострец. Кроме того, вы можете экспериментировать с сочетанием мяса, получая разную по вкусу колбасу. Можно сделать куриную, чисто свиную, свинина-говядина поровну и так далее. Пара слов о нитритной соли. Я знаю, что многие говорят о ней в негативном ключе, но я не так категорично. Да, если у вас, например, 70 килограммов, вы за раз съедите 200 граммов такой вот соли, то вам будет не очень хорошо. Но я не думаю, что вы собираетесь это провернуть. А вот что касается того, почему все-таки стоит ее применить, то это в первую очередь ее консервирующие свойства. Согласитесь, вам будет спокойнее, если вы будете уверены в том, что вашей домашней колбасой никто не отравится. И, конечно же, она будет вот такой вот аппетитной, розовенькой, такой, какой мы привыкли ее видеть. Но в любом случае, если вы не захотите применять нитритную соль, не применяйте. Все очень просто. Окончательный выбор всегда за вами. Приступаем. На самом деле процесс очень простой и нетрудозатратный. Мясо нарежьте крупными кусками, чтобы его было удобно измельчать на мясорубке. Не советую покупать готовый фарш. Обычно в нем больше жира, да и идут на фарш в основном обрезки и остатки. Покупая мясо и измельчая его самостоятельно, вы получаете максимально высокое качество. Пропустите мясо через мясорубку. Важно, чтобы мясо было холодным. Сперва установите крупную или среднюю решетку, чтобы грубо измельчить мясо. Затем установите мелкую решетку и пропустите мясо еще дважды. Так как моя мясорубка очень-очень старенькая, я пропускаю мясо через мелкую решетку только один раз. Если же у вас современная мясорубка, она все сделает быстро и качественно. Впрочем, для разнообразия можно использовать и фарш, пропущенный через мясорубку всего раз. Так, текстура готового изделия будет похожа на ветчину. На фото слева как раз такой случай. Уже в процессе второго перемалывания видно, как в мясе проявляются белковые нити. Для колбас это важно. Добавьте в фарш обычную соль и нитритную, а также мускатный орех. Вбейте в фарш яйцо и влейте ледяное молоко. Вымешайте до однородности. Если используете только обычную соль, возьмите 23 грамма. По ГОСТу используется больше соли, но на мой вкус этого оказалось слишком много, и я уменьшила ее количество. Фарш нужно хорошенько вымешать. Можно делать это вручную, но это долго, и смесь начнет нагреваться. Можно делать это при помощи миксера, а я буду использовать кухонный комбайн, установив пластиковую насадку для смешивания. Можно использовать комбайн с ножами, стандартный мисс комплекта. Фарша достаточно много, поэтому я смешиваю в два этапа. Он становится еще более гладким, гомогенным, упругим и блестящим. Теперь разделите фарш на две части и плотно заверните каждую часть в пищевую пленку, придав им форму батона. По возможности выгоните все пузыри воздуха. На производстве техника помогает получить максимально однородный фарш, но меня устраивает и такой на все 100%. Из этого фарша вы также можете готовить колбаски разного размера, сардельки, сосиски. Обернув фарш в пищевую пленку, плотно обвяжите концы какой-то хлопковой ниткой. Батоны не должны получиться вяленькими, они должны быть плотными. Если запас пленки у краев достаточный, можно завязать ее узелком. Ориентируйтесь по ситуации, на сосисках, например, это очень удобно. Батоны готовы, пора варить. Чтобы максимально приблизиться к производственной технологии, включите духовку на 75 градусов. В большую кастрюлю наберите воду и доведите ее до температуры 80 градусов. Погрузите батоны в кастрюлю и чем-то их придавите, чтобы они полностью находились в толще воды. У меня это просто крышка. Отправляйте кастрюлю с батонами в духовку на 2 часа. Если у вас есть домашний сувит, для вас задача упрощается. Через 2 часа вареная колбаса готова, но сейчас ее важно резко остудить. Для этого наберите полную раковину или в какой-то таз холодную воду и погрузите туда колбасу. Это, по сути, процесс пастеризации. Выдерживаем при высокой температуре, а затем резко охлаждаем. Дайте батонам полностью остыть. Обычно у меня это занимает минут 25-30. Я готовила также сосиски и сардельки. Сосиски в течение 40 минут в горячей воде, сардельки в течение часа. После быстро охладить. Извлеките готовую колбасу из пленки. Первый кусочек этой божественной вареной докторской колбасы, конечно же, за вами. Если я готовлю какое-то количество колбасы с запасом, упаковываю ее в вакуум. Морозить варенку не рекомендуется, а начатый батон лучше употребить дней за 5. Ваш лайк покажет, что я не зря старалась, что я не зря потратила много времени на эксперименты, чтобы сегодня поделиться этим рецептом с вами. Подписывайтесь, если вы еще не со мной, нажимайте на колокольчик, и вам будет очень вкусно, гарантирую. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Продолжение следует...